Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня у меня в гостях человек, который представляет одну интересную компанию Саудской Араме по одному из их национальных достоянию, это по финикам. Как вы знаете, там верблюды и финики, это два национальных достояния. Финики вы все, конечно же, ели и знаете, но видите ли, в чем дело? Название названию рознь и суть может быть разное, а название одно. В чем уникальны эти финики? Вот что я хочу узнать у нашего сегодняшнего гостя. В чем уникальность данных фиников? Почему и чем, собственно, они отличаются от других тех, что люди привыкли покупать где бы то ни было, в магазинах, таких дешевых, в дорогих магазинах? Ну и, собственно говоря, есть ли смысл их покупать? Тогда понятно, что они дороже. Но в чем? В чем этот эксклюзив, скажем так? Ну, начиная с вкуса, может быть, до какой-то пользы, я не знаю. Хотел бы ваше мнение. Ну, пожалуйста, добрый день, Никифор, я рад вас приветствовать и расскажите нашим зрителям вот то, о чем я сейчас спросил. Да, Юрий Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте, зрители. Безусловно, арабские финики – это достояние восточных стран, это достояние мусульман. Что хочется в первую очередь отметить? Это, безусловно, разнообразие как вкусов, так и цветов. Каждый человек, каждый покупатель, каждый ценитель восточных и полезных продуктов может для себя подобрать финик на любой вкус. То есть сортов достаточно много. Мы представляем основные шесть сортов. Это самые топовые сорта, которые лидеры по продажам как в России, так и в остальных странах мира. Могу перечислить названия. То есть это Аджва, Сукари, Мабрум, Сафари, Сагай и Худри. Каждый из этих сортов имеет свою историю, каждый имеет свой вкус. То есть Аджва – это самый популярный финик в Саудовской Аравии. Разрастает только лишь в Саудовской Аравии. Больше он не культивируется в мире абсолютно нигде. Другой сорт – это Мабрум. Это сорт, который является королевским из всех сортов в Саудовской Аравии. Сорт Сукари – это лидер по продажам в мире. Его особенностью является плотная кожица и достаточно большая сахаристость. То есть он подходит как для чаепитий. Он имеет высокий гликемический индекс. И поэтому может достаточно быстро восстановить энергию в организме после длительного голодания, например. Сорт Сафари – это сорт более сухой. Он похож по вкусу на сорт Аджву. Сорт Сагай имеет отличие от других сортов тем, что он на вкус менее сладкий, чем остальные сорта. И подходит людям, которые не любят употреблять в пищу что-то приторное, но тем не менее любят побаловать себя сладким. Худри, как показывает наша практика, это сорт, который любят женщины. Это очень мягкий сорт с тонкой кожицей и очень интересным вкусом. То есть каждый из этих сортов имеет уникальное послевкусие, которое приходится каждому человеку в зависимости от его вкусовых предпочтений по вкусу. Никита, давайте, знаете, я вас перебью, скажу, что очень важное будет в большей степени для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни. То, что в этих финиках нет химии никакой. Они ничем не обрабатываются ни снаружи, ни в процессе, скажем, как это, взращивания, да? Да, основная особенность, основная гордость именно поставщика наших фиников, это завод Сиафа, Королевство Саудовской Аравии. Это завод с огромными производствами, с огромными площадями. Самой уникальной особенностью этого завода является наличие абсолютно всех международных сертификатов качества. Это сертификат Global GAT, это международно принятый набор фермерских стандартов. Вот. Также это сертификаты ISO, HSSP, Saudi Standard, то есть все необходимые сертификаты, которые подтверждают безукоризненное качество продаваемой ими продукции. Основное правило, основная цель компании Сиафа, это, конечно же, качество, гигиена и безопасность производимой продукции. В принципе, по данным сейчас остальных заводов, это завод, безусловно, лидер именно в качестве, гигиене и безопасности во всем мире. То есть это хочется отметить, конечно, в первую очередь. Мы уже годами проверяем эту продукцию, и мы понимаем на своем опыте то, что качество данных фиников абсолютно безукоризненно. Это очень тщательная отборка. Ну, соответственно, все эти сертификаты подтверждают безопасность продукции. Поэтому ее можно употреблять пищей, как детям, как взрослым. Так, скажите, а вот я еще знаю, и мне больше всего понравились финики, которые были заморожены. То есть вот заморожены. Расскажите о них, про заморозку. Да, у нас в ассортименте также есть эксклюзивная продукция. Это финики свежемороженые. Они называются финики рутов. Рутов означает стадию созревания финика. То есть у любого финика есть четыре стадии созревания. Две стадии являются некоммерческими. Это две первые стадии. Третья стадия – это финик рутов. Это то состояние финика, когда он набирает в себя максимальное количество влаги, он набирает максимальное количество микро-макроэлементов. И он является эксклюзивным, потому что это аналогия финика, когда человек его срывает с пальмы и сразу же употребляет в пищу. Компания Сиафа замораживает эти финики после того, как их собирает, и отправляет заморозки нам. Отличительная особенность нашей компании, завода Сиафа – это в том, что мы очень строго соблюдаем температурный режим. Как при хранении, как при транспортировке. Естественно, это влияет на стоимость продукта. Но другие компании, как правило, масс-маркет, пренебрегают этим правилом, что у финика есть определенный температурный режим. Эти финики хранятся только при минусовой температуре, сохраняя в себе все качества именно продукта, который снят с пальмы. Финики сушеные, так называемо, грубо. Эти финики досушиваются на пальме в течение месяца после состояния рута. Мы сейчас с вами разговаривали. И еще одно отличительное особое – то, что компания Сиафа не подвергает финики какой-то термической обработке. Это все абсолютно натуральная, естественная сушка. Вернемся к финикам свежемороженым. Их представлено несколько сортов. Сиафа – это также продукт очень-очень высокого качества. Помимо того, что он очень полезен, он еще очень вкусный. Очень люди, так сказать, недавно относительно узнают о этом продукте, но включают его в повседневный рацион. Так, давайте сделаем маленький подыток. Вся продукция данной компании не обрабатывается химией ни на какой стадии производства. Данная продукция живая, то есть сыроедная и подходит всем людям, ведущим здоровый образ жизни. Данная продукция, вот говоря о замороженном конкретно, о замороженных финиках, они хранятся надлежащим образом. И здесь я сразу хочу нашим зрителям сказать вот что. Дорогие друзья, разумеется, мы будем представлять данную продукцию. На нашем сайте nadgar.ru вы можете приобрести вот эти лучшие сорта. Их всего будет 8, то есть 6 видов разных сушеных, замороженные. Еще сейчас про 8 скажем, что это. Так вот, не волнуйтесь, в любой регион страны, хоть на Дальний Восток, хоть 10 дней в пути, заморозка, конечно, размерзнет по дороге. Но никаких изменений по качеству не будет, по вкусу тоже. Вы потом просто спокойно возьмете нужное количество на какое-то там нужное вам количество дней, остальное спокойно опять помещаете в морозильник. И так это может храниться сколько угодно долго, а вы по чуть-чуть будете брать, просто и размораживать и есть. Значит, качество, вкус главное, я скажу так, конечно, и консистенция, вот это ощущение, особые, они несравнимы с любыми финиками, которые просто сушеные, вяленые и тому подобное. Ну вот, это надо, конечно, почувствовать, попробовать. Поэтому, к чему я это говорю, и важно было об этом сказать, чтобы люди не боялись заказывать в том смысле, что как же по дороге размёрзнет. Это никак не повлияет на качество, главное, чтобы они просто очень долго, месяцами после разморозки, не хранились в тепле. Только вот в этом дело. Правильно я говорю? Всё абсолютно верно вы говорите. Ещё одна особенность замороженных фиников, в том, что плоды хранятся, ну, в среднем при температуре минус 15-17 градусов, но особенностью является то, что их употреблять в пищу можно сразу же, извлекая из морозильника. Они не превращаются в камни, они не промерзают. От них большое количество природных сахаров, и они хранятся долгое время в морозильнике. Если вы хотите их, грубо говоря, употребить в пищу сразу, никаких проблем от нескольких дней, с ними ничего абсолютно не происходит, и употреблять их можно сразу же. Положили в морозилку, из морозилки достали, покушали и убрали туда. То есть, ждать того, что они разморозятся, ну, не нужно, потому что они не размораживаются, они находятся в абсолютно одном состоянии. Если они находятся неделю, например, да, вы их там оставили на столе, это, конечно, повлечёт уже естественную сушку. Ага, я понял, благодарю. Скажите, а вот что за восьмой интересный из всех тех, что мы обсуждали с вами, вот тоже в чём его особенность восьмого вида финика? Также у нас представлено в ассортименте достаточно большое количество сортов, это около пяти-шести сортов, это финик в вакууме. Вакуумный финик при определённой температуре даёт сок и упаковывается в вакуум. То есть, это абсолютно натуральный вяленый финик. То есть, мы представляем финики сушёные, естественной сушки, мы представляем финики замороженные, это аналог фиников с пальмы. Нигде больше такого не попробуешь в России, по крайней мере, точно. И третий вид – это финики вакуумные. Это финик в собственном соку. Никакого добавления никаких сахаров, ничего нет. Это абсолютно чистый натуральный продукт. Он больше используется, конечно, уже как сладость. То есть, они достаточно сладкие, они достаточно сочные, и также по душе приходится большей части населения. То есть, выбор есть. Понял. Что ж, тогда я хочу в завершение сказать нашим зрителям, что, дорогие товарищи, если захотите приобрести данные финики, на нашем сайте надгар.ру вы сможете это сделать в соответствующем разделе финики, набрав, например, в поисковой строке финик или под этим видео, просто ссылочка будет, ну, нажмёте на неё и попадёте в этот раздел, где все виды финика будут представлены. Скажу лишь от себя, что я противник всегда большого ассортимента, когда глаза разбегаются, выбрать трудно, и это очень неправильно. Мы вот что сделаем. Мы просто отберём для вас, ну, вот для продажи, самые интересные и вкусные сорта, и вот то, что будет, вот это можете смело пробовать, уверяю вас, то есть, это вот самое вкусное. Ну, и, соответственно, вы в этом сможете убедиться однозначно, купив и попробовав. Ну, вот прям сразу говорю, что вот этот вот замороженный, смело берите, это прям вот вкусноте не особая, да, я, конечно, рекомендую тот сорт, который менее сладкий, но сами понимаете почему, то есть, у меня много лекций на канале о вреде сахара, и понятно, что там, например, кто на чистой кето-диете сейчас сидит на кето-питании, тот не сможет есть, ну, по крайней мере, одну штучку в день сможет так, для интереса, но много нет. А те люди, которым всё равно, в общем-то, кто и так что-то сладкое ест всё равно, так лучше вы не гадость какую-то ешьте, а вот, например, там, живой сыроедный наш, например, шоколад разный, и, предположим, уж тогда феники, ну, или там какой-то уникальный мёд, как вот у нас будет, и всегда с конца мая до июня. На нашем сайте вы можете увидеть, сразу есть в наличии или нет. Ну, вообще, у нас они уникальные, там, и дикие, и салтая, и именно от старобрядцев, то есть, бортевой мёд настоящий и так далее. Вот больше ничего, конечно, не надо, и это и так. Перебор, честно говоря, я советую вам есть сладкого поменьше, но уж если есть, то очень качественного, хорошего, понемножку, и тогда, конечно, ничего лучше, чем вот уж если так говорить, про сладости, фиников нет. Какие там конфеты? Зачем они вообще нужны, когда есть природный такой прекрасный продукт? Там есть своя польза. Это уникальный минеральный состав. Это огромное количество калия, поэтому он для сердца полезен. Там есть много меди, кстати, поэтому он полезен, в том числе для тех, кто вот, например, седой, и если хочет в том числе уменьшить свою седину или вообще её побороть, это побороть сложно, хотя можно, но, правда, у меня об этом есть отдельное видео. И тут нужен в том числе и магний, и хлорофилл, ну и в частности органическая форма меди. Один из рекордсменов – это финики. Ну, конечно, и не только этим они полезны, говоря о пользе. Минус только один – сахар. Ну, тут уже вы решаете сами, я должен все плюсы и минусы был сказать. А вообще обязательно посмотрите состав подробно. На нашем сайте надгар.ру, перейдя по ссылке, вы увидите под каждым наименованием описание и состав. Ну, что ж, Никифор, я вас благодарю. Вот, если будут вопросы у наших зрителей, мы обязательно потом свяжемся, попросим вас на них ответить. Ну, и наши зрители что-то новое узнают. Может быть, какую-то более подробную информацию. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну, просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Благодарю вас. Всего хорошего. Вам спасибо большое. До свидания. Продолжение следует...